Измайловский парк А жена зануда все, нудит и нудит. Вынеси елку на помойку, вынеси елку на помойку. Это анекдот старый, всем вам известный. Я хочу посвятить сегодняшнюю передачу Измайловский парк юмористам и юмору. Итак, начнем. Если бы меня спросили, какой юмор мне нравится больше, я бы вам ответил. Мне нравится юмор самых островомных людей нашей страны, которых я, как мне кажется, большинство знаю. Но не тот юмор, который вы можете увидеть по телевидению или прочитать в их книгах, а тот юмор, который у них случается в жизни. Вот я начну, знаете, совсем издалека. Был такой замечательный писатель Александр Дюма, и однажды он участвовал в одной странной дуэли. Они все в этой компании бросали жребий, и кому жребий выпадал, тот уходил в соседнюю комнату и стрелялся там. И жребий выпал именно Александру Дюма. Он ушел в соседнюю комнату, там раздался выстрел. Через некоторое время Дюма вышел в эту комнату и сказал, я промахнулся. Мне кажется, что это очень хороший юмор. Еще, значит, уже ближе к нам. Ну, наверное, вы все видели фильм «Мимино». Ну, не знаю, заметили вы или нет, но там есть один эпизод, как в лифте в гостинице России едут четыре человека. Во-первых, это Буба Кикабидзе, то есть Герой его, и Фрунзик Макротычан, ну, естественно, Герой его, и два японца. И два японца, ну, они мало похожи друг на друга, да? Фрунзик Макротычан и Буба Кикабидзе. И два японца, глядя на них, один другому говорит. И как только эти русские различают друг друга. Я считаю, что это просто шедевр. Следующий персонаж у меня – Жванецкий. Ну, вы все знаете, как Жванецкий шутит раз в месяц по телевидению, дежурный по стране, и, может быть, на концертах видели его номера. Потрясающе. А я расскажу вам в жизни, что было. Значит, однажды Жванецкий пришел домой, поздно ночью, не стал будить жену, не стал включать свет, разделся, лег в постель. Жена проснулась и сказала, Миша, это ты? Снималась когда-то передача «Вокруг смеха». Это была единственная передача, малистическая, настоящая, в течение всех 80-х годов эта передача шла. Ведущий был пародист, высокий, худой такой, очень смешной пародист, Саша Иванов. Мы сидели на съемке, и Саша Иванов вошел в артистическую комнату, а вошел он в красном пиджаке. И Жванецкий, увидев этот красный, алый пиджак, сказал, Саша, такое впечатление, что ты с флагштока упал. Теперь человек, которого вы все наверняка знаете, Аркадий Михайлович Арканов, он уникальный, остроумный человек, несмотря на то, что он такой угрюмый вроде внешне, но вообще это он внешне угрюмый так, для посторонних. Для своих он очень веселый, остроумный человек. Я могу привести множество разных случаев, связанных с ним, но я вот приведу один. Мы в Одессе выступали, в филармонии. Была такая форма устного журнала, все сидели за столом. Сидел Варлен Львович Стронгин с носом таким, что когда поворачивался ветер, проходил по залу. Сидел, значит, Юрий Санксенович Волович. Сидел, значит, Леон Измайлов, между прочим, Леон Моисеевич. Сидел Аркадий Михайлович Арканов, на самом деле фамилия Штейнбок. Единственный нормальный человек среди нас был, это Александр Иванов. И приходит записка Арканову, который вел весь этот вечер. Скажите, это у вас настоящие фамилии или псевдонимы? И Аркадий сразу в лед ответил, у всех настоящие, только у Иванова псевдоним. Однажды Арканов встретил художника, которому было тогда 103 года. Это Борис Ефимов, известный карикутурист. Значит, они встретились, он сказал, Аркашенька, я тебя приглашаю на свое 105-летие, если ты, конечно, доживешь. Я думаю, что Арканов это сам придумал. Ну, еще один человек, про который я хотел рассказать вам, это поэт, которого вы все знаете, песни его поют уже 40 лет. Это Михаил Танич. И вот он был еще очень остроумным человеком. Когда-то он, значит, прислал мне на день рождения, на котором он не смог присутствовать, телеграмму. Дорогой Леон, ты вступил в такой интересный мужской возраст, когда еще чего-то хочется, но уже не так стыдно, когда ничего не получается. Еще один персонаж моей коллекции, это Юрий Владимирович Никулин. Совершенно уникальный человек. Конечно, как он рассказывал анекдоты, так никто никогда не рассказывает. Я не знаю, скоро ли кто-нибудь будет рассказывать. Жена утром в 5 утра проснулась, пошла в кладовку, изрезала сапоги резиновые, ножницами, преломила через коленку удочки, взяла рюкзак, все это выкинула с балкона, пошла в спальню, легла в постель и прижалась щекой к плечу мужа. Жить ей оставалось не больше часа. Но кроме того, что он очень хорошо рассказывал анекдоты, он еще потрясающий юмор сам был человек. Вот мне рассказывала Людмила Марковна Гурченко, как они снимались в фильме «20 дней без войны». Вы помните этот фильм про войну? Они снимались в старом вагоне, довоенном, таком, с разбитыми стеклами. Дело было осенью, холодно было очень. А у них была сцена, Никулин обнимает Гурченко, она говорит ему, какие у тебя сильные руки. И вдруг Юрий Владимирович ни с того ни с сего говорит, это ты еще ноги мои сейчас не видела. У нас дачный сезон. У многих из нас есть дачи. Дача, если перефразировать песню Олега Митяева, то дача – это маленькая жизнь для большого количества людей. Один наш автор, я считаю, что это один из самых лучших авторов в нашей стране, и могу сказать, что это наш автор из Майловского парка, Сергей Дроботенко, написал мини-рок-оперу под названием «Дачники». Ну а исполнят эту рок-оперу его друзья-рокеры и, естественно, сам Сергей Дроботенко. Итак, встречайте, Сергей Дроботенко и рок-группа! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как только встретит мать страна На даче едут люди снова Ну ладно бы там из Ростова Пусть веет даже в Оркутах К живым оттуда не уйдешь К земле там люди привыкают Клубнику старики сажают Сажает печень молодежь На дачу Ушли все на дачу На дачу Мешок рассады И маринады И муж придачу Особый к мужику подход Мужик ведет себя лениво Лишь после трех бутылок пива Пойдет он на город На даче Пол жизни и шачим Сначала сеем Потом трезвеем Зимою плачем Нынче ночь и скоро утра Курочка яйцо снесет Что такое камаз утра Это то, что днем нас ждет Эй, дачник, к позам будь готов Утром кто-то Гасает И уже с чьей-то легкой руки Кура слеп и парей Отцветают И все чаще тревожит лопух Хоть и делает вид, что здоров И козлятник кисистый опух Не дождется видать холодов Дорогие мои сорняки Дайте я борщевик покорщую И сам броди, что у реки Мы еще, мы еще побоюем Был обычный теплый августовечер Я на грядках был в дурном настроении У соседей на участке навстречу Появилось дачное привидение Про нее вам не расскажет учебник Не найдет художник лучше натуру Может быть, какой-то добрый волшебник Оживил на даче пугало с дуру Она прошла, как эскаватор Затоптала морковь И под ногами застанала земля Я разогнулся посмотреть Не разогнулась ли она Чтоб посмотреть, а не загнулся ли я Я простой деревенский команд Ты подаришь сегодня свою мне любовь Я как муж, я такой же кошмар Я ведь так же, как он Буду пить твою кровь Я хочу пить с тобой И я хочу пить с тобой И мы будем с тобой В комнате с белым потолком Со следами крови В комнате с видом на сарай С верою в любовь Ох! АПЛОДИСМЕНТА Живёт старик в посёлке Он известен как Егорыч Такого обожания женщин Не знал даже Олен Дилоныч Они его богатворили Хотя ему немало лет Вы спросите, откуда порох На грядках был его секрет Он сажал не тыкву и не лук-порей Он сажал лишь только сельдерей Сельдерей, сельдерей Нравится мне, когда ты голая по участку ходишь И несомненно заводишь Нравится мне, ты на гишон загораешь Соседей всех восхищаешь Это нравится мне Нравится мне, как из клубники наносишь маску Морду вгоняешь в краску Ну, нравится мне Нравится им, как в этой маске Пугают прохожих Своей пунцовой рожей в окне Плевать, что соседи звереют А помидоры от смущения краснеют И мне никого здесь не надо Лишь бы ты ходила голая рядом Снойный день под холодный бросаешь Когда ты голая, укроп забираешь А люди глупые живут и не знают Что огурцы из-за тебя Вестри вырастают Сатана правит бал Мир с катушек сорвался Но укажет нам путь Свет далекой звезды Снова рубль упал Доллар снова поднялся Только дачникам в России Это все равно А нам все равно А нам все равно Пусть кончаются где-то нефть и газ Самые шутки час Шесть соток у нас Это главный наш золотой запас Пусть кончается где-то нефть и газ А нам все равно А нам все равно Пусть кончается где-то нефть и газ Светлана Рожкова Но есть два выхода Значит скажу вам честно Что я бы мог очень долго Рассказывать об этом артисте Но просто в рамках концерта Нашего ограниченного временем Это просто невозможно А о любви Зрительской Я говорить даже не буду Знаете почему? Потому что вы Сами Это скажете Своими аплодисментами Как только я объявлю Народный артист России Евгений Петросян Доченька Алло Доченька не волнуйся Я тебе из больницы звоню Шел по улице Упал Споткнулся Очнулся В больнице Нога в гипсе Вот мест Правда у них Свободных не было Они меня положили В родильное отделение Не волнуйся Здесь все хорошо Коллектив женский Мата почти не слышно Недавно врач приходил Да Сообщил, что я скоро рожу Главное Сел мне на постель И спрашивает Что у вас болит? Я говорю Нога, на которую вы сели Это родом не помеха А вот грудь у вас маленькая Будут проблемы с кормлением И начал почему-то мне живот щупать Щупал, щупал О! Плод прошупывается По-моему, мальчик Я, какой еще мальчик? Это ключи от квартиры Может вы мне все-таки Ногу посмотрите А вы что, здесь в футбол Собираетесь играть? И чтоб я не волновался Посоветовал мне Считать до тысячи Доченька Я уже до миллиона досчитал Все равно боюсь рожать Нет, УЗИ у них нету Они определяют по-другому Если кому сестра-хозяйка Дает синий халат Значит мальчик Если розовый Значит девочка У меня доченька зеленый Кто идиот? Врач? Не, он хороший Он сказал роженицам Чтобы все брали с меня пример Да, во-первых Я не курю А во-вторых Ко мне мужики На свидание не приходят А то стоят целыми днями Под окнами Орут Валя, Зина, Нина Вчера один весь день Таня кричал Таня! А у нас никакой Тани нет Ну невозможно было это слышать Пришлось самому К нему выглянуть Ну чего тебе? Он ошалел Танька! Что они с тобой сделали? Я говорю Если любишь Привыкнешь Сегодня опять Между прочим Врач Приходил Да Спросил Ну как Собираетесь Рожать? Я, конечно Воды уже Отошли Че там Потом главный Пришел Этот Врач Главный О, такой Солидный Тоже начал Меня щупать Щупал Беременность Протекает Нормально Я говорю Вы не там щупаете Я на животе Лежу Доченька В общем Если мне не удастся Убедить В том Что я Мужчина Готовся Скоро у тебя будет Братик Или сестричка Или то и другое Потому что наша медицина Впереди планеты Все Нам, людям, взрослым Конечно Трудно понять Всякие Молодежные Прибамбасы Всякие Ихние Пирсинги Всякие Ихние Там Танцы Развлекаловки Но Что сказать Вот, например Семья одна Обсуждает Свою дочку Отец Говорит Да что ж такое Что она такое Носит Прям Эти пирсинги Кольцо в носу Прям как Папуасы Жена говорит А не скажи Знаешь, как хорошо Поднимать за кольцо Утром в школу Именно об этих Молодежных Прямобасах И рассказывает нам Непревзойденная Елена Воробей Извиняюсь Извиняюсь Завелся Хай пипл Хеллоу Эврибади Лех О Четко и коротко По делу сказал Меня все поняли И всегда понимаю Все кроме моих родителей Они у меня вообще дикие От жизни отстали Ну неужели трудно понять Что за окном 21 век Живем быстро Ха-ха-ха Говорим сокращенно Не мобильный телефон А Мобила Правильно? Не компьютер А Комп Не клавиатура От компьютера А Клава Правильно Клава Не день рождения А днюха И не персональный Компьютер А письюк Нормально А что вы тоже Не знали что ли? О И мои родители Предки Не знали Так из-за этого Я чуть сиротой Раньше времени не стал Я сейчас расскажу Историю Это неделю назад У меня днюха была Ну день рождения Вы поняли да? Ко мне ботинок Подходит Ну в смысле батя И говорит Сына Чего тебе подарить На день рождения? Мы с мамкой Уже голову сломали Хотим Такой подарок Тебе сделать Чтоб понравился На все сто Я говорю Честно и откровенно Говорю Батя Все очевидно Хочу новый Письюк А я тогда не понял Чего это он побледнил Побледнел И спросил Я не понял сына А со старым Чего? Я честно ответил Говорю Батя Все очевидно Старый Накрылся Он говорит Сына Почему так рано? Я говорю Батя Ты нормальный Все очевидно Что значит рано? Я его нормально Ушатал Я говорю Ты ж подумай Я же с ним Сутками Не расставался Я говорю Реально Бывало Вот я первым делом Проснулся Сразу Клавал руки И Ага Пошла работа Он говорит Так 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 Значит работа Все таки была Я говорю Естественно Была Он мне только Чего не дымился Он говорит Подошел Так обнял меня Говорит Сына Давай Как мужик Мужику Рассказывай Что потом Случилось Я говорю Батя Это все Очевидно Я стал Замечать Что Время От времени Он стал Зависать Перегреваться Стал В рабочем Состоянии Скорость Стала Падать Я Главное Работаю Чувствую Что мне Неудобно Смотрю Батя Испаренный Покрылся Что-то Заморгал Так быстро Быстро Я говорю Сынок Может прежде чем Новый Аппарат Тебе брать Попробуем Старый В порядок Провести Я говорю Батя Ты что думаешь Что я лох Я как только понял Что с аппаратом Начались проблемы Я сразу метнулся К специалистам Они посмотрели Глаза на лоб Полезли Говорят Слышь ты пацан Ты где у него Столько вирусов Нахапал Я говорю Где-где Мало ли где Говорит Короче Реанимировать Бесполезно Говорит Батя Если хотите Сделать подарок То только брать Новый Хороший Аппарат Говорит Батя Ну ты не переживай Я понимаю Что хорошая машина Стоит дорого И тут мой батя Вообще Выдал корку Говорит Сына Если надо Мы с мамкой Хату продадим Но будешь ты С нормальным Рабочим аппаратом Потому что мы хотим Еще детей твоих Значит Внуков наших На руках Понячих Я говорю Батя Да мы так Персональный компьютер Называем Не Нормально Я собственно Чего вышел то Пацаны Я предлагаю Скинуться Рублей по 5 Там 10 Чири Четверточок Соточку И выпустить Срочно Словарь современных Молодежных терминов Тлетчайник То есть Для родителей А то Не дай бог В такую историю Как я Попадете Спасибо Вот артист Ну теперь он народный артист Он автор двух Неформальных гимнов Москвы И офицеров Но Когда-то Он был такой веселый Такой заводной Такой он все время Разыгрывал Он все время как-то Он такой просто Какой-то шухарной Был можно сказать Но я вам хочу сказать Что юмора своего Он не потерял Народный артист России Олег Газманов Жизнь моя катилась по дорогам Мелькали годы Люди города Где же я свое счастье Проворонил Быть может там Где мчатся поезда Только раз Мелькнули на перроне Черные как ночь Ее глаза Как потом себя Казнил в вагоне Что не спрыгнул И не удержал Ах ты доля Моя доля Дальняя дорога Ах ты доля Моя доля Черные глаза Ах ты доля Моя доля Рядом у порога Но ее уже не встретить Не вернуть назад Мне друзья твердят Глаза сужая Она чужая Все забыть пора Умный в гору Не пойдет Я знаю Но кто укажет Где моя гора Вновь мечтаю Встретить на перроне Черные как ночь Ее глаза И не удержать И не удержать Меня в вагоне Если попадется Тот вокзал Ах ты доля Моя доля Дальняя дорога Ах ты доля Моя доля Черные глаза Ах ты доля Моя доля Рядом у порога Но ее уже не встретить Не вернуть назад Сколько лет промчалось по дорогам На перегонах Стонут поезда Но сквозь стекла Пыльные вагона Хочу обжечься А в ее глаза Счастье промеркнуло И пропало И умчался В прошлый вокзал В том мгновенье В душу так запало Что уже счастливее я не стал Ах ты доля Моя доля Дальняя дорога Ах ты доля Моя доля Черные глаза Ах ты доля Моя доля Рядом у порога Но ее уже не встретить Не вернуть назад Ах ты доля Моя доля Дальняя дорога Ах ты доля Моя доля Черные глаза Доля Моя доля Рядом у порога Но ее уже не встретить Не вернуть назад Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Олег Газманов АПЛОДИСМЕНТЫ И группа Эскадрон АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот дорогие друзья Сейчас выйдет сюда Артист И он же автор Автор того Что он исполняет Это он раньше писал Разным артистам Потом понял Что лучше писать себе Никто не испортит Ничего никто не выкинет Ничего не переделывает Я просто расскажу вам Одну такую Его шутку Вы знаете Когда приходят Куда-нибудь на юбилей И говорят там Поздравляют с днем рождения Да? По-английски это Звучит Хэппи-безды Да? Правильно я говорю? Так вот Этот вот автор И артист Ухитрился объединить Оба этих понятия Два варианта Он объединил в один Он пришел ко мне На день рождения И сказал Разрешите вас Обхэппи-бездить Сказал он мне АПЛОДИСМЕНТЫ Итак Встречайте Сергей Дроботенко АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нынешний год, друзья Он очень спортивный Вот на спортивную тему И хотелось бы показать вам номер Примера которого состоится сейчас Называется он Жертва фитнеса АПЛОДИСМЕНТЫ Многие спрашивают Какая сволочь виновата в том Что у нас с футболом Такая беда Мне кажется Эта сволочь Живет у меня в квартире В квартире кроме меня Живут еще два Любимых существа Жена И туроператор Туроператором Я называю Любимую тещу Потому что Всякий раз Когда мы с ней Случайно пересекаемся У нее возникает Дикое желание Меня куда-то послать Отношения с тещей у нас Очень уважительны Очень Она любит повторять В семье Последнее слово Всегда должно быть За мужчиной И это слово Слушаюсь Мы обращаемся Друг к другу Только по имени Отчеству Правда Отчество все время Разное Бывало Говорю ей Доброе утро Зоя Заразовна Да какое там доброе Когда вы рядом Сергей Балбесович Я вот думаю Что вам на день рождения Подарить А подарю-ка я вам Плиту Как приятно Сергей Скотинович Какую плиту Электрическую Ну что вы Для вас это мелко Мраморную Кстати Каждое утро Теща начинает со слов Ой деточки Я же скоро умру Я однажды не выдержал Крикнул Сколько можно обещать Однажды Теща по телевизору услышала Что оказывается При помощи фитнеса Можно легко похудеть Не выходя из дому Как назло на полу Лежала вся моя жизнь Раскрытый ноутбук Почему она решила Что это весы Услышав под собой Хруст осколков Теща вынесла приговор Нам всем Будем худеть Я навсегда запомнил Этот черный день Начинался кубок чемпионов Бавария ЦСКА У телевизора сидели двое Я и Вобла Не успел я поцеловать В засос пивное горлышко Как дверь в комнату Распахнулась На пороге показалась Теща И видок у нее был такой Что Вобла Сдохла во второй раз Сверху Блестел топик На босу грудь Снизу Краслили лосины С портретом Ван Дамма Правда на бедрах Тещи Ван Дамм больше был Похож на таджикского Строителя У меня такое чувство Что футболисты ЦСКА Через экран телевизора Это тоже увидели Поэтому в шоке Пропустили первый гол Как известно Перед тренировкой Мышцы необходимо Разогреть Теща поняла Это по-своему И лихо сушила Бутылочку С пятизвездочным Коньяком После чего Закружилась В дьявольском Танго Я только успел Подумать Так вот вы какие Танцы Со звездами Дальше Начались съемки Фильма ужасов Теща Села в позу Лотоса ЦСКА пропустила Второй гол Но когда она Лихо закинула Обе ноги себе За голову Впервые в истории Бавария и ЦСКА Убежали на перерыв Раньше Свиска арбитра Затем Теща зловеще Прошептала Сейчас уйду В астрал Я только успел Добавить И помните Возвращаться Плохая Примена Не слушая меня Она продолжала Я должна Открыть Кармические Каналы И выпустить Энергию ЦИ Я взмолился Выпускайте Только не громко А теща Сидела в астрале На Ван Дамо Было страшно Смотреть Тут по ее лицу Пробежала Тревога Она поняла Что самостоятельно Вернуться К прежней жизни Я понял Пришла моя Минута Славы Не спеша Допив пива Я сказал И снова Здравствуйте Что Зоя Шалавовна А карачка Затекли Ай-яй-яй Как у вас Аура-то Обвисла Теща Поняла Помощи не будет Со звериным Рыком Сделала Кувырок И вернулась В исходное Положение Дальше Пришел Апокалипсис Она надела Обруч И стала Вращать его С таким Рвением Не дай вам Бог увидеть Эту картину Грудь По топикам Хрестала Тещу По лопаткам Только Успел Подумать Если от нее Сейчас что-то Отлетит Топик Не спасет Теща Увеличила Амплитуду Ван Дам Зажмурился А ЦСКА Проиграла В сухую И вы еще Спрашиваете Кто виноват Что у нас С футболом Беда Но выход Есть На 8 марта Я подарил Любимой теще Билет в Бразилию В один Конец В лодке С Федором Конюховым Конечно Федю Жаль Сколько Прошел И такая Нелепая Смерть Но ради Престижа Страны Оле 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 Сергей Дроватенко Аплодисменты. Он был переводчиком за границей, он работал освобожденным комсомольским секретарем и вот с тех пор он уже стал юмористом. А образчики его творчества, у него множество монологов, исполняют самые лучшие артисты, но я просто вот две фразы вам скажу, просто на память. У него, например, было «Не бывает двух одинаковых женщин, как не бывает двух одинаковых крокодилов». Это первая у него фраза. А вторая «Брак» — это когда один человек всегда прав, а второй всегда муж. АПЛОДИСМЕНТЫ Муж своей жены — Алексей Цапик. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое. Вы знаете, бывают в нашей жизни удивительные фразы, когда одна женщина решила похудеть и у себя над кроватью повесила плакат «Завтра заканчиваю жрать». И каждый день просыпается счастливая, потому что «Завтра» Галя Сидорова почему решила похудеть? Стала вылазить из маршрутки, ноги из маршрутки вынула, голову руки вынула, а остальное в дверь не вылазит. АПЛОДИСМЕНТЫ Галя стала дергаться и проторщила маршрутку на себе метров двадцать. Водитель узбек оглянулся, ему показалось, что в салон лезет что-то большое и страшное, он заорал «Ай, пришел, бабай!» и выпрыгнул в окно. А ночью что было? Галя у себя на кухне сидела и хлебала холодный борщ прямо из кастрюли, не вынимая ее из холодильника. АПЛОДИСМЕНТЫ Тут заходит муж, включает свет, а Галя начала метаться по кухне и кричит «Это не я ем! Это не я ем!» АПЛОДИСМЕНТЫ Увидел в темноте над собой Галю и закричал «Не ешь меня, жирное чудовище!» АПЛОДИСМЕНТЫ А утром сказал «Галь, ты у меня прям жрица!» АПЛОДИСМЕНТЫ Она говорит «Жрица любви?» АПЛОДИСМЕНТЫ «Не-не, просто жрица!» АПЛОДИСМЕНТЫ «Жрешь много!» АПЛОДИСМЕНТЫ Последним толчком послужила фраза из одного французского романа «Тело у женщины должно быть таким, чтобы душе не захотелось его покидать». АПЛОДИСМЕНТЫ Утром Галя привела домой сварщика и за бутылку водки он заварил дверку холодильника. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом купила платье тридцать шестого размера и повесила над холодильником, чтобы было к чему стремиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Утром она сделала три наклона и спросила «Миш, у меня животик еще виднеется?» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Миша честно сказал «Галь, у тебя кроме пуза вообще ничего не виднеется». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И Галя заплакала. АПЛОДИСМЕНТЫ Миш, ну я ж теперь ем палочками, как китайцы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Галь, не обманывай себя. Ты палочками нагребаешь больше, чем шуфельной лопатой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И всего за две бутылки водки. АПЛОДИСМЕНТЫ Через неделю Галя пришла счастливая. Вот, нашла новую формулу расчета веса. Я посчитала, не такая я уж и толстая. АПЛОДИСМЕНТЫ Миша проверял Галины расчеты минут сорок. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом сказал, Галя, две новости. Сначала плохая. С математикой у тебя катастрофа. АПЛОДИСМЕНТЫ Галя спрашивает, а хорошая. Галь, с таким весом, рост у тебя должен быть 6 метров 43 сантиметра. АПЛОДИСМЕНТЫ Через день Галя сказала, все, начинаю пить зеленый кофе. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно скинуть 5 килограмм в неделю. Миша говорит, Галь, у нас один на работе поел зеленой колбасы. АПЛОДИСМЕНТЫ За два дня скинул 25 килограммов. АПЛОДИСМЕНТЫ При этом муж Миша и кот Додик ехидно захихикали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Жир рассосется моментально, если есть только черную икру. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Единственное, что портило картину, Галя постоянно зевала и на ходу засыпала. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Муж Миша посмотрел на жену Галю, и в голове у меня закрутилась фраза из одного русского романа. «Женщина должна выглядеть так, чтоб ее хотелось съесть, а не накормить». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алексей Цапик. Солнечный Кисловодск. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот видите, у нас все чего-то сочиняют. Но есть у нас на эстраде артисты легендарные. Им ничего сочинять не надо, про них сам народ сочиняет. Вот одна из этих легенд сейчас выйдет на сцену. Сказать про нее, что она красивая, это значит ничего не сказать. Она просто обворожительна. Во всяком случае, на мой взгляд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На прощанье мой себе поцелуй Ла-ла-ла-ла-ла-вила Милые взгляды твои Думала, думала о любви Ла-ла-ла-ла-вила Только ты ловила Не отрывал взгляда От моих прекрасных глаз Ты обнимал и целовал О любви своей говорил Но мой пин-код уже не тот Счастье ты свое упустил До свидания, милое создание На прощанье мой себе поцелуй Ла-ла-ла-ла-вила Милые взгляды твои Думала, думала о любви Ла-ла-ла-ла-вила Только ты ловила Не отрывал взгляда От моих прекрасных глаз До свидания, милое создание На прощанье мой себе поцелуй Ла-ла-ла-вила Милые взгляды твои Думала, думала о любви Ла-ла-ла-вила Только ты ловила Не отрывал взгляда От моих прекрасных Ла-ла-ла-вила Милые взгляды твои Думала, думала о любви Ла-ла-ла-вила Только ты ловила Не отрывал взгляда От моих прекрасных глаз Итолик Эми С минимальной Абсолютно У этого артиста очень богатый послужной список. У него и хобби, и профессия рассказывать анекдоты. Он лучше всех из наших артистов рассказывает анекдоты. Нет, он и монологи хорошо читает, но анекдоты все равно он рассказывает лучше. Игорь Моменко! Игорь Моменко! Игорь Моменко! Игорь Моменко! Этот сидит, получеловек, полуфабрикат, губы как сырые котлеты, в страшном состоянии. Увидел своего друга, воспрял надежду, наверное, принесли попить. Ай, муа-муа! Кока-кола! Валентин! Кока-кола закончила! Я купил тебе печенье! Я вам так скажу. Наша бригада комбайнеров делится на три части. Пьющие, закодированные... Пьющие? Нет! Закодированные дважды. Так вот, и закодированных дважды я намолотил больше всех, и начальство выдало мне три путевки в Таиланд. На меня, на жену и на Лидию Сергеевну. Моя тёща. Тёща заявила, что она поедет обязательно, потому что Таиланд – это её любимая африканская страна. Мечтаю, говорит, увидеть родину кенгуру. Собрали две сумки, то, что поменьше все наши вещи, 15 пачек макарон, то, что побольше тёщин купаний. Приехали в Таиланд, поселились в гостинице, поели тушенки с макаронами и пошли на обед. А после обеда на пляж. Там на пляже отдыхающие катались на надувном банане. Когда мы с женой сели на бананы, инструктор сказал, что нужно подождать ещё 6 человек для комплекта. Тут к нам присоединилась тёща, банан ушёл под воду. Утащив за собой катер вместе с инструктором. Акула напала на тёщу неожиданно. Укус на спине был такой огромный, что от полученных ранений акула тут же ушла на дно. Потом тёщу увлекло зрелище, когда катер тащил парашютиста. Ну, раздумывала она недолго. Три тайца в предвкушении шоу накинули на её могучие плечи двойные кожаные ремни и сказали «Гоу!». Катер поехал. Тёща начала разгон. Снося на своём пути замки из песка, зонтики и зазевавшуюся публику. Подбежав к воде, она поджала ноги и пошла над водой набреющим. Потопив при этом два гидроцикла и три катамарана. Когда тёща отдалилась от берега, народ на пляже замер в ужасе. Она неслась прямо в борт нефтеналивного танкера. Танкер, увидев угрозу справа, дал тревожный гудок. Тёща, видимо, с испугу дала ответник. И стала набирать высоту. Она находилась как раз над танкером, когда стропы парашюта лопнули. От верной гибели танкер ушёл на веслах. На следующий день мы поехали на сафари. Когда мы проезжали мимо бегемотов, я столбенел. Если б на них была одежда, я б подумал, что приехали тёщины родственники. Но шутить по этому поводу не рискнул. Где-то на пятом километре на нас напал молодой бабуин и попытался отобрать у тёщи корзинку с продуктами. За что и был жестоко наказан. Она засунула его голову под мышку и пошла на удушающую. Бабуин тут же запросил пощады и показал тёще паспорт гражданина Вьетнама. Где-то на девятом километре мы увидели огромного тигра. Зверюга сидела под деревом и что-то жевала. Гид сказал, кто не побоится покормить зверюгу колбасой, тот получит шоколадку. И достал из бардачка батон варёной колбасы. Через десять минут тигр и Лидия Сергеевна мирно обедали, сидя в тенёчке. Зверюга, как и положено, ела колбасу, а тигр шоколадку. На следующий день мы пошли в аквапарк. Мы с женой пошли на горку и пригласили с собой тёщу, что оказалось большой ошибкой. Мы с супруга съехали по жёлобу, влетели в трубу и вылетели в бассейн. Сверху послышался звук отъезжающего локомотива. В чудовищной скорости тёща влетела в трубу, но из трубы не вылетела. Она в ней застряла. Сзади неумолимо набиралась вода. Внизу нервно сглотнули все, включая чучело муравьеда. Канарейка крыльями отодвинула прутья клетки и побежала к выходу, забыв, что умеет летать. И тут прорвало. С криком «А вот и я!» Тёща, подобно айсбергу, рухнула в бассейн. Людей смыло волной даже в фитнес-зале на втором этаже. Секунд двадцать тёща сидела в абсолютно сухом бассейне, пока вода вместе с людьми и тренажёрами не стекла обратно. Аквапарк был закрыт по техническим причинам. На следующий день мы пошли в тайский ресторан. Там подавали морепродукты. Мы заказали омаров. Рядом с нами омаров ели немцы, помогая себе щипцами. Лидия Сергеевна положила своего омара на кусок хлеба и съела полностью. Звук был такой, как будто кто-то в стиральной машинке полоскал щебень. Хозяин ресторана взял у тёщи автограф. Когда подавали черепаховый суп, официант спросил, «Вам черепаху с панцирем». Немец сказал на ломаном русском, «Если с панцирем, плачу я». Тёща ответила, «Если платит он, черепаху можешь даже не варить». Сколько бедная черепаха не упиралась лапками в щёки Лидии Сергеевны, её это не спасло. Нижняя челюсть немца лежала на тарелке. Хозяин ресторана попросил тёщу расписаться у него на плече, чтоб потом сделать из этого татуировку. Немец заплатил за всё. На следующий день мы пошли к океану прощаться с Таиландом и бросили две монетки на счастье, чтоб вернуться сюда опять. Тёща кинула в океан банку тушёнки. И я понял, что теперь мы вернёмся в Таиланд. По-любому. Мне очень приятно объявить молодого, красивого, талантливого. Он закончил музыкальное училище, и поэтому у него абсолютный слух, и он абсолютно точно делает пародии на любых певцов, на любых. Ну, надо сказать, что и с юмором у него, конечно, всё в порядке, потому что в основном он делает же смешные пародии. Ну, мне, например, понравилось, он мне рассказал за кулисами такую историю. На стадионе дело было. Один, значит, мужчина увидел мальчика и говорит, «Мальчик, а где ты-то достал такой дорогой билет сюда на этот футбол?» Он говорит, «А мне папа купил». «А где папа?» «А папа дома ищет билет». Встречайте его, Андрей Баринов! Я бы хотел спародировать звезд зарубежной эстрады под ваши бурные аплодисменты. Спасибо, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ 100%. 9. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Меня учил, чтоб склероза не было по ассоциациям с конь пьющей, конь пьющей, конь пьющей. Конь пьютер, во. Конь пьютер завелся мне. Это такой чемодан с мозгами. В наше время люди хиленькие, им свои мозги с собой таскать тяжело. Они их в машины запихивают с компьютера. О, Коляновна, твои мозги и в куркулятор с запасом войдут. Ты ж, почитай, лет пять перед домохвоном на колени падала. Ну чё, купила и шо там этот пьющий конь, потом этот помидор, маникюр, не, маникюр, помидор, маниатор, маниатор, во, маниатор. В него надо глядеть, как в телевизор. Потом отпечатать, отпечатать, и она так, клава-дура, 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 во. Вот если б Клауна наша не была дурой, я бы не в жизни запомнил бы. Потом мышка, мышка серенькая такая, мышка, ей надо всё время на задницу давить. Ты не беспокойся, ничего она не испачкает. Да кто будет кусаться, Коляна, мышка плачмассовая, у ней замест хвостик проводок. Там знаешь, сколько таких прибанбасов. О, а куда чё подключать, чё куда втыкать, там проводей, дырей. Ой, слава богу мне, сусед-мальчонка, сусед-мальчонка, оказался программистер. Программистер, Коляна, как тебе объяснить, ты знаешь, это такой небуйный, сумасшедший, с техницким уклоном. Нет, тебе, говорю, тихо и смирно, сидит на одном месте, никуда не дёргается, да не шастает, он никуда не по девкам. Каким девкам он только к лаву дур тискает, а показывать ему всё помидор с маникюром. Пришёл, слышишь, и прям с порогу, прям с порогу мне говорит, сейчас я вас, бабулечка, отдравярую. Но я-то сперва не поняла, про чё он говорит, я говорю, сыночек, я своё отдравяровала, говорю. Дрова, говорю, давно кончились, а? Одни шепки сыплются. А он очёчки на меня свои навёл, говорит, поймите, я вас настроить должен. Я говорю, пацан ты, пацан, последний настройщик у меня лет 30 назад был, наверное. Ты представляешь, вот тебе и ох. Я говорю, на всякий случай, говорю, не подходи. Он говорит, отчего вы испугались? Я ничего не сломаю. Флешку только вопхну и всё. И в чумадан с мозгами тычет, там, мол, мать, мать. Мать-то оказывается, это материнская плата. Нет, Коляна, не пособие многодетному. Ты, ну, она в курсе, что такое мыло? Мыло, не хозяевое мыло, Коляна, у меня. Мыло, это я-мейл. Я-мейл! По нём можно знакомцей переписываться с женихами в ентом нетти. Знаешь, чего я про себя написал на знакомство? Очаровательная блондинка в зелён косынке. Ноги от ушей, волосы без шеи. И послала, как фотокарточки, не свою, не свою фотокарточку. А я, ты, модные вешалки, как же её сейчас вспомню. Помидор, баклажан, перец. Перец, Хилтон, во. Да, 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 бряхала. Зато знаешь, сколько мужуков отреагировало-то. Один мне пишет, что инженер сам прикрепил фотокарточки у Алены Дилона. Другой пишет, что моряк с печки бряк, а сам прикрепил эту шипзик, вот эту, дикаприеву, дикаприеву. А третий пишет, что служит в ОМОНе и прикрепил Боря Моясеева. Ну-ка, Коляновна, чё нам стесняться? Давай к тебе и сделаем мылу. Твою собственную ты у нас будешь, Коляновна, собака. Чё ты обижайся? В Ямэл все собаки. Да, вот такая всемирная псарня. Значит, пароль у тебя будет склероз, чтоб ты не позабыла. Давай, и чё, про тебя сочиним и пошлем фотокарточку, и он ты там, ой, вон, два метра с губяками, как же. Анжелка с мандолиной, что ли. Анжелина Жоли, во. Чего? Твою фотокарточку послать? Ты чё, тебе женихов, не жаль, Коляновна? Правдивой хочешь быть? Ну, давай поприкалываемся. Напишем, как есть. Коляновна, под 80 лет, вес 35 кг, хотить замуж. Куды обратиться? Всё, Коляновна, отправила. Сейчас глянут на тебя, женихи. Так была Банжолин Жоли, а так будь Жоли с ручкой. О, гляди-ка, вот что ген-тот-нет творить, а? Ответ уже тебе пришёл. Кто же на тебя среагировал? Какой же бешеный мужучонк-то, специалист по бульонам, наверное. Чё пишет, чё пишет, сейчас почитаю. Коляновне, которая хотит замуж, советует... Ишь ты, советуйте, он прям ей обратиться. Куды-куды? Сама не разберу, какая-то двойная слово. Обратиться в какую-то кум-тос-камеру. Во! Ладно, голуб, давай обращайся, не упусти свою счастью, а я побегу. Сусед-программистер в дверь скребётся, ведать вернулся за своим мобильникам! Светослав Ещенко! За этой оперной дивой я охотился много лет. Я хотел пригласить её, я её приглашал в наш Измайловский парк, чтобы она погуляла по нашим аллеекам, в нашем Измайловском парке. Но ничего у меня не получалось, потому что она всё время была занята. У неё концерты расписаны на несколько месяцев вперёд. А недавно я узнал даже, знаете что, что она вместе с Повороте выступала на сцене Метрополитен-опера. Это для меня вообще просто что-то невероятное. Я хочу вам сказать, что она красивая, умная, талантливая, юморная. Вот это всё в последний разговор я ей сказал, и поэтому она сегодня у нас здесь. Любовь Казарновская! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ах ты, Русь моя, Русь птица тройка, Куда летишь? Куда скачешь? Дай ответ! Нет! Всё было лишь ложь и обман, Прощай, мечты и покой. А боно незакрывшихся рак Останется вечно со мной! Щит-ка не гони, башидель. Мне некуда больше спать. Мне никакого больше любить Ямщик не гони, ямщик не гони Любовь Козарновская! Любовь Козарновская! АПЛОДИСМЕНТЫ Артист, который выйдет сейчас на сцену, замечательный человек Его все любят, не только зрители его любят, но и артисты Это Карен Аванесян! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Со словами «люблю, скучаю, не могу». Так эта Валентинка пришла к моему начальнику. Но всё это мелочи. Самое главное, что дозвониться с него невозможно. Всё, времени туда попадаешь. Вот я недавно с женой и с тёщей сильно поругался, психанул. И решил себе участок земли купить, чтобы жить от всех отдельно. Это пекинская погремушка. Всё перепутала. И вместо садового товарищества я попал в ритуальную контору. Говорю, алё, женщина, говорю, я хотел бы участок земли купить. Шесть соток. Она говорит, а зачем вам столько? У нас участки 2 метра на метр 80. А шесть соток это на 150 мест. Я говорю, не, мне на 150 не надо, мне на одного. О, я с семьёй поругался. Они меня так достали, что скоро повешусь. Хочу от всех скрыться на моём участке. Ага, буду целыми днями лежать и отдыхать. В моём маленьком деревянном домике. Главное, чтобы соседи не шумные были. Чтоб после 11 не буянили. Она говорит, да они до 11 тихенькие. Я говорю, ну это хорошо. А вот чтобы речка была рядом, я вечерами буду выходить купаться. Я не знаю, до чего бы я договорился, если бы тёща меня из кухни не позвала. Тётёк, позвони поликлинику, запиши меня к хирургу, у меня ноги не ходят. Ну я стал звонить. На этот раз попал на мебельную фабрику. А я давно уже хотел кухню поменять, и воспользовался моментом. Говорю, девушка, а можно у вас новую кухню заказать? В этот момент тёща заходит в комнату. Ну она подумала, что я с врачом про неё говорю. А я-то про нашу старую кухонную мебель говорю. Понимаете, говорю, девушка, наша-то уже совсем старая стала. Да, вот как с женой сошлись, так она у нас и появилась. Глаза уже на неё не глядят. Так достало, что хотел её с девятого этажа выбросить. Ну всё перекошенное, дребезжит, всё скрипит, по бокам сдулась. Сзади всё вываливается. Труха из неё сыпется. Ну уже невозможно просто. Хочу отвезти её на дачу, разрубить на части и сжечь. Или отдам соседу. Он из неё скворечников наделает. И тут тёща как завопит, что наш кот, сидя в лотке, сходил мимо. А недавно вообще такая глупая история произошла, даже рассказывать неудобно. Ну, я хотел позвонить в магазин «Всё для дома», а попал в магазин «Интим». Я говорю, алё, я хотел бы у вас купить толкушку. Только не пластмассовую или силиконовую, как сейчас делают, а простую деревянную. Продавец говорит, я тут три года работаю, а про деревянные даже и не слышал. Я говорю, ну это, наверное, потому что вы молодой. А наше поколение пользовалось только деревянными. И ещё мне нужна тёрка. Морковку потереть. И простая пластмассовая яйцерезка. Она мне для хозяйства нужна. Он говорит, а больше вам для хозяйства ничего не надо? Я говорю, как это ничего? Мне ещё нужна паяльная лампа, щетину полить. Плётка, чтоб тёлок гонять. И щипцы, чтоб из кипятка яйца вытаскивать. И тут он как на меня заорёт, говорит, «Папаша, с такими запросами тебе нужно в камеру пыток, а не в «Интим» магазин звонить. Ну, короче, измучился я с этим телефоном. Ну, и выбросить жалко, и пользы никакой. Меня сосед сверху прошлым летом залил. Вот я ему на день рождения этот китайфон и подарю. Пусть теперь он с ним помучается. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание, за улыбки, за смех. Приходите к нам ещё. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»